Василий Иванович Белов. Скворцы. В субботу мать вымыла пол и застелила его чистыми полосатыми половиками. А еще она взяла мелкого песочку, положила его на мокрую тряпку и долго терла медный самовар. Потом переставила кровать вместе с Павлуней на новое место, поближе к окну. — Лежи, Павлуня, лежи, голубчик! — она подоткнула под Павлунины бока теплое одеяло и вскоре ушла на колхозную работу. Павлуне хотелось поглядеть на самовар, как он светится, но самовар стоял в шкафу, а встать Павлуня не мог. Всю зиму у Павлуни болели ноги, и он лежал все время в кровати. — Наверное, — думает Павлуня, — наверное, сейчас в шкафу светло от самовара. Только ведь как узнаешь? Если откроешь дверку, то свет из избы сразу в шкаф напускается. А ежели не откроешь, то не видно, темно в шкафу или светло. Наверное, светло, потому что уж очень самовар блестит после того, как его мама начистила. Еще Павлуне хочется поглядеть свои валенки. Но об этом тоже нечего было и мечтать, потому что, во-первых, не встать с кровати, а во-вторых, валенки были заперты в чулане вместе с отцовым новым пиджаком. Павлуня помнит, как отец купил ему валенки и принес домой. Но Павлуня уже тогда оболел и в школу не ходил. А валенки тоже всю зиму зря пролежали. Размышляя обо всем этом, Павлуня чуть не забыл, что кровать переставлена ближе к окну. Он повернул голову и сразу увидел синее небо. Там же висела большая прозрачная сосулька. Она намерзла на карнизе и была похожа на штык. Павлуня увидел, как на ее остром кончике копилась капля золотистой воды. Копилась, копилась, стала тяжелее себя и полетела вниз. Павлуне стало весело. Снег в огороде был белый-белый, небо вверху такое синее, как обложка на тетрадочке, которую только-только выдали и на которой не поставлено еще ни одной буковки, а не то, что фамилии. Дальше за огородом, под горой, была река. Она еще вся заметена снегом. Снег и на крышах, на грядках, и на лужке тоже не было еще ни одной проталины. Павлуня увидел, как дрожит от ветра торчащий из снега стебель прошлогоднего репейника, и догадался, что на улице еще холодно, хотя и капает за стрехов. Снегу наворотило, думает Павлуня. Столько снегу не скоро растает. На одной нашей крыше, наверное, пудов двенадцать, а то, может, и больше. На этом месте Павлуня вспомнил, как прошлой весной отец скидывал снег с крыши. Деревянной лопатой он нарезал большущие глыбы, такая глыба сперва тихо трогалась с места, а потом шумно ползла по крыше, и бух! Когда на крыше осталась одна такая глыба, отец сбросил вниз лопату, а сам сел верхом на последнюю глыбу и поехал с крыши. Павлуня увидел, как отец шлепнулся в снег почти по шейку. Тогда они долго вместе с отцом хохотали, и Павлуня решил твердо, что на будущую зиму сам будет скидывать снег и тоже прокатится на последней глыбе. Но теперь было ясно, что это дело не сбудется. Если Павлуня выздоровеет к теплу, то либо уже снег растает, либо мать все равно не пустит на улицу. Недаром фельдшер Иван Яковлевич говорил, что надо греть ноги и все время сидеть в тепле. Еще он говорил о том, чтобы свозить Павлуню в областную больницу. Да где там? Отцу с матерью так все некогда. Да и денег надо порядочно, чтобы ехать. За такими мыслями Павлуня задремал и не слышал, как хлопнули ворота с улицы. В избу вошел отец и положил у дверей под кровать какую-то круглую штуковину. Папка, чего это ты принес? спросил Павлуня. Лежи, лежи, это фильтр масляный, сказал отец, снял свою блестящую фуфайку и начал мыться из рукомойника. Эд, брат, знаешь, вроде сита. Масло сквозь него проходит и очищается от всяких примесей. А почему в масле примесь? Ну, брат, всяко бывает. Ох, папка, папка. Павлуня хотел еще что-то сказать, но не сказал, а потрогал жесткие отцовые пальцы. От них пахло трактором и снегом. Всяко, брат Павлуня, бывает, повторил отец. В любой жидкости примеси есть. Павлуня вздохнул, а отец пошебарошил у него на голове как раз в том месте, где пониже макушки сходились и закручивались воронкой Павлунина волосята. Вскоре пришла мать и стали ужинать. Павлуня не считал, сколько прошло дней. Однажды, взглянув на улицу, он увидел, что в одном месте на грядках снег стаял, и от этого там зачернела земля. На реке под горой тоже зачернело что-то в двух местах. Через день проталина на грядках стало еще больше. Темные места на реке слились в одно место, а мать выставила одну зимнюю раму. В избе стало больше места и запахло чем-то свежим. Пришел с работы отец, как всегда вымылся, и после ужина, когда стемнелось, зажег большую десятилинейную лампу. — Ты, Павлуни, как думаешь, сегодня начнем или еще погодим немножко? — Давай уж, папка, начнем. — Ну, ладно, только ты не вставай, а гляди с кровати. Не велел тебе вставать, Иван Яковлевич. — Все, не велел, не велел. Отец принес в избу широкую доску, топор, ножовку с рубанком и долото с молотком. Сначала он выстрогал доску, добило с обеих сторон, потом карандашом расчертил ее и перепилил по черточкам. Получились четыре продолговатые доски. Одна маленькая квадратная и одна длиннее всех. Как раз в это время вскипел самовар. Мать велела прикончить стукаток и стала вытаскивать из шкафа чашки и блюдца. Отец сложил выстроганные дощечки и собрал инструмент. — Придется Павлуни до завтрева отложить. Давай, брат, спать пока. Павлуни стал спать. Он натянул одеяло так, чтобы закрыть ухо, потому что никогда не уснешь, если ухо торчит на воле. В эту ночь Павлуни спал крепче и счастливее. Он еле дождался того времени, когда отец вновь пришел с работы и вымылся. Не дожидаясь ужина, отец взялся опять за дело. Павлуни видел, как он химическим карандашом нарисовал на одной доске кружок и начал его выдалбливать. — Так-так! — стучал два раза молоток. И каждый раз отец выламывал кусочек дерева. — Так-так! — Наконец, дырка в доске была продолблена. Отец ножиком зачистил ее края и начал сколачивать скворечник. Последнюю квадратную дощечку он использовал для дна, а самую длинную — для крыши. — Мы уж, Павлуни, на один скат будем делать. — На один. Отец приколотил крышу и под самую дырку приделал небольшую дощечку, чтобы скворцам было где сидеть. — Больно, папка, мало места на этой дощечке. Свалится скворец с верхотуры. — Думаешь? — Может, и маловато. Но мы еще что-нибудь придумаем. И отец пошел на улицу и вернулся с большой черемуховой веткой в руках. — Во, Павлуня, приколотим! Павлуня, конечно, согласился. — Ты, папка, молодец! Здорово ты, папка, выдумал! — Скворечник вышел хороший. Очень даже хороший. От него пахло смолой и черемуховой веткой. Щели не было. Проверяли даже на свет. Отец тут же пошел в огород. Павлуни видел, как он нашел самую длинную жерть и приколотил к ней скворечник с веткой. Как раз напротив Павлуниного окошко. На той стороне грядок был сруб старой картофельной ямы. Отец поддолбил обухом топора лед под углом сруба, уткнул туда один конец жерди и начал с натугой поднимать жерть и ставить ее на попа. Скворечник с веткой закачался так высоко, что Павлуни тоже только головой покачал. Он с тревогой наблюдал, как отец осторожно поворачивает жерть так, чтобы скворечник стал крыльцом в южную сторону. Потом отец плотно прикрутил жерть проволокой к за уголку ямы и потом еще вбил три длинных гвоздя для надежности. Павлуня глядел на новый скворечник, раскрыв рот. Скворечник покачивался в синем небе, а небо за ним было бесконечным, чистым и, наверное, теплым, потому что уж очень весело барабанила с крыши золотая от солнца вода. В это время у Павлуни закружилась голова, и он от слабости положил голову на подушку. На улице, наверное, начиналась заправдошняя весна. Прошло еще несколько дней, а скворцов не было. Уже вся река ясно обозначилась под снегом, пропитавшимся насквозь водой. Уже грядки под окном совсем обнажились, а снег потемнел. На лужке, где была горушка с репейниками, тоже появилась проталина. На свет глянула серая прошлогодняя тава. Отец теперь совсем редко бывал дома. Уже целую неделю он ремонтировал свой трактор С-80, и мать посылала ему пироги в корзинке. Павлуни скучал по отцу и говорил иногда про себя. Эх, папка, папка. Павлуни по-прежнему не вставал с кровати. По ночам он спал, а днем читал букварь или глядел в окно. Других книжек не было. Жаль, что эта зима зря прошла. А на ручье сейчас наверняка ребята делают мельницу. Мельница, конечно, не настоящая, но крутилась быстро и работала, пока вода на ручье совсем не исчезала. Вообще-то Павлу не грустно. Он заснул вечером, ему приснилось лето. Он будто бы ел сладкие гигли и сам на своих ногах бегал на реку ловить селедков. Селедки — это такие маленькие щучки. Они всегда стоят на мелких местах и, видно, греются на солнышке. Павлуни сорвал длинную травинку Полину, сделал из нее силышко и начал силить селедка. Потом вдруг Полина стал обычной ивовой веткой. А вместо селедка на воде заплавала утка и закрякала. Кря-кря-кря-кря. От этого Павлуни пробудился. Не какая-то была и не утка, а просто было утро, и мама большим ножиком щипала березовую лучину. Спать Павлуни уже не стал и начал глядеть, как мать растопляет печь. — Гляди-ка, кто прилетел-то, — сказала она Павлуни, когда рассвело. Павлуни посмотрел в окно и обомлел. На грядках и на вытывшем лужке прыгали скворцы. Павлуни начал их считать, но все сбивался со счета. Скворцы были черные, с чернильным отливом, востороносые и веселые. Они что-то искали в прошлогодней траве. Вдруг один из них взлетел и, быстро перебирая крыльями, сел на скворечник. Павлуня так и замер. Скворец держал в носу травинку. — Гляди, гляди, полез туда, мам, полез! — закричал Павлуни тоненьким слабым голосом. — Вот, там уж он! Весь день Павлуни смотрел на скворцов, и весь день они искали чего-то на лужке. То и дело взлетали и прыгали, а двое поочередно исчезали в черном кружке скворечника. В обед пришла мать и выставила еще одну раму, как раз напротив Павлуниной постели. Теперь глядеть стало еще лучше, и Павлунь услышал скворчинные голоса. Два скворца, которые поселились в скворечни, без передышки летали на лужок. И Павлуни никак не мог уследить за ними, потому что на лужок летали и другие скворцы. — А где же остальные будут жить, — думал он, — ведь скворечник-то один. Правда, в деревне есть еще скворечник на Гурихе на Черемахе, но тот скворечник старый, и в нем холодно. А Павлуни на собственном опыте знал, что такое простуда. Теперь Павлуни каждое утро просыпался вместе с матерью и все время смотрел на скворцов. Он ни разу не мог проснуться раньше их, они все время были в работе. Такие уж попались скворцы. Скоро они перестали таскать сухие травинки, а летали с чем-то другим, наверное, с червяками. Снег почти весь растаял, солнышко пекло хорошо, река под горой так разлилась, что вода подступила к самым баням. Павлуни с утра глядел в окошко. Теперь летал больше один скворец. Слетает на лужок, сядет на черемуховую ветку или на крышу скворечника и давай, что есть мочи, трепыхать крыльями. Потом утихомирится, поведет носом и пустит такую свистулю, что залюбуешься. Да что Павлуни, даже пожилая гуриха, который каждый день ходит за водой мимо скворечника, и та после такой свистули останавливается. Сегодня Павлуни еще больше захотелось на улицу. Гуриха с ведрами давно уже прошла туда и обратно. Солнышко повернулось из-за хлева и глядело в самые окна. Потому как рябилась вода в лужице между грядок, Павлуни понял, что на улице хоть и солнышко, но ветрено. Скворечник раскачивался на ветру. Скворцы занимались своим обычным делом. Павлуни повернулся на другой бок и, подперев подбородок ладонью, высматривал своего скворца. Скворчиха сидела, наверное, в скворечнике, а хозяин куда-то улетел. Куда он мог улететь? Может, к аскотному двору? Только так подумал Павлуни, как вдруг почувствовал, что весь похолодел. От сильного ветра скворечник качнулся, жерть выгнулась и вместе со скворечником повалилась к земле. «Мама!» – закричал Павлуня и заметался по кровати. Павлуни не помнил, как он очутился на полу. Еле переставляя ноги, он начал искать что-нибудь обуть. Как назло, ничего не было. Наконец он отыскал за печкой старые отцовские катанки. Надел их, надел материн казачок, а шапка еще с осени висела на гвоздике около часов. Ковыляя и размазывая рукавом слезы, выбрался за порог и еле открыл ворота в огород. Его охватило холодным весенним ветром, голова опять закружилась, шлепая по воде прямо в катанках, Павлуни наконец обогнул хлев. Катанки промокли, ноги не слушались. Тут Павлуни увидел скворечник. Лежал он на грядках окошечком вниз. Черемуховая ветка, прибитая к нему, сломалась. А Гурихин кот подкрадывался к скворечнику из-за хлева. — Уходи, дурак! — вне себя закричал коту Павлуня. Потом заплакал, схватил с грядки камень и бросил в кота. Камень не долетел до кота, но кот равнодушно понюхал воздух своей усатой мордой и не спеша пошел обратно. Скворцов не было поблизости, и Павлуня, вздрагивая плечами и ничего не видя, подковылял поближе. Он чувствовал, что случилась беда, что все кончено. Дрожат горе и холода, мальчик просунул тоненькую и схудалую руку в дырку скворечника. Там никого не было. На мокрых пальцах он увидел осколки небесные в пятнышках тонкой скорлупы скворчинных яичек. Больше Павлуня ничего не помнил. Небо с облаками опрокинулось куда-то и поплыло. Что-то непоправимое и страшное навалилось на Павлуню, и перед глазами его все синела небесная прозрачность крохотных скворчинных яичек. Очнулся Павлуня на руках у отца. Мальчик увидел загорелую отцовскую шею и заплакал еще сильнее. — Ну что же ты, брат, ну, Павлуня, — говорил отец, — она еще накладет яичек, не плачь. — А скворечник мы опять поставим, сделаем крепче. Отец нес Павлуню по грядкам. Павлуня слушал его, но успокоиться не мог никак, и плечи его вздрагивали. — Понимаешь, был бы я дома, я бы закрепил жерть, а тут, видишь, сеять надо, пахать. — Ну, не плачь, не плачь, Павлуня, ты, брат, сам знаешь. Вот она опять прилетит и накладет новых яичек, а мы с тобой, как только Сев пройдет, да потеплее будет, к областному врачу поедем. — Ну, перестань, брат. Павлуня прижался мокрым лицом к щетинистой отцовской щеке. — Папка, глотая слезы, сказал он, а она опять накладет яичек? — Ну, конечно, новых накладет. Вот я сейчас тебя уложу и опять поставлю скворечник. Скворца не такие, обязательно новых яичек накладут. А летом обязательно мы к врачу поедем и ботинки тебе новые купим. Павлуню уложили на печь, у него был жар. Отец вновь поставил скворечник, но скворечник стоял одиноко, скворцы не прилетали. Они улетели куда-то очень далеко, может, за реку. И, наверное, прилетят только завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok